Ненецкий округ вошел в пятерку российских регионов с наилучшей эффективностью освоения федеральных средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства. За счет чего удалось добиться такого результата и какие перспективы открываются для региона в ближайшем будущем, расскажет Михаил Веселов. Деньги, поступающие из федеральной казны, напомним, распределяются по трем ключевым направлениям. Это так называемая стимулирующая субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством молока и его переработкой. Далее идет компенсирующая субсидия. Она направляется на племенное животноводство и, что особенно важно для Ненецкого округа, на развитие северного оленеводства. Ну и также наиболее, наверное, значимое с точки зрения развития, это поддержка агропромышленного комплекса, создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Что это мероприятие включает в себя и содержание центра компетенции на базе центра развития бизнеса, где у нас работают два человека, которые оказывают консультационную поддержку. Для всех аграриев в округе. Они помогают составлять бизнес-планы, консультируют по мерам субсидий, какие есть поддержки в округе в целом и в стране. Помимо всего прочего, это связано еще и с выделением грантов агро-стартапа, что позволяет предпринимателям при наличии достаточно простых бизнес-планов и оценок эффективности получать гранты для инициации и создания новых сельскохозяйственных мини-предприятий. В этом году конкретно данные средства были направлены для предпринимателя в НИСИ, который собрался создать пункт переработки молока. Это абсолютно новая предпринимательская инициатива. Еще один инициативный житель округа принял непростое решение по созданию отдельного оленеводческого хозяйства в непосредственной близости от поселка Харута. Человек решил заниматься оленеводством. Для этого получится средство, чтобы выкупить часть поголовья в личное и развивать данный бизнес. Принципиально важный момент. Гранты предоставляются при условии создания новых рабочих мест. И чем выше сумма выделяемого гранта, тем серьезнее обязательства по трудоустройству местных жителей. И теперь самое главное, что в перспективе может дать Ниньскому округу образцовая дисциплина расходования средств, поступающих из Москвы на развитие агропромышленного комплекса. Подобный уровень исполнения федерального бюджета, он приводит к тому, что федерация видит то, что мы дисциплинированно и в нужном направлении тратим федеральные средства. В связи с этим было принято решение на следующий год нам данный вид поддержки по всем этим направлениям увеличить практически в два раза. То есть было 42 миллиона, будет 79,9, по сути, около 80 миллионов рублей. Причем, по словам собеседника, если другие регионы не освоят средства на эти цели, с большой долей вероятности их могут перераспределить в пользу Ниньского округа ближе к концу года. Здесь им найдут применение, поскольку инициатив много. Например, в Тельвиске предприниматель хочет создать цероварную. И ему помогут. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Владислав Ткачев, Телеканал Север.